Амперфект Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект Представляют Сергей Певтеев Плевать мне на игру Книга вторая Глава первая Спасая принцессу Угораздило же меня пустить на порог этого проходимца, ворчал слепой охотник, пробираясь через заснеженные лесные дебри. Сапоги уже немолодого, но жилистого мужчины, облаченного в комплект из легкой кожи, полностью утопали в пушистых сугробах. Не так давно Клифф Рейни был слепым, никому не нужным калекой. Но благодаря новым друзьям он смог снова вооружиться луком и выйти на опасную тропу авантюризма. Благодаря чуткому слуху, казалось бы, обыденной способности, потребность в зрении отпала. Хруст ветки, журчание воды, простое дуновение ветра создавали в непроглядной тьме черно-белые образы, позволяли видеть куда лучше зрячих. — Это ты о ком? — коротко спросил мрачный лекарь, что следовал за ним. Анрин не был любителем потрепать языком, о чем свидетельствовал его отпугивающий окружающих внешний вид. Казалось бы, лекарь, а одет как средневековый маньяк. На худом высоком теле длинный кожаный плащ, на черных вьющихся до плеч волосах черная шляпа с широкими полями, в тени которой пускают блики круглые очки. На левой руке недоставало нескольких пальцев, а в правой он нес, сжимая как самая ценная штыковую лопату. — Словно ты не знаешь. — А не Бори, конечно, — ответил Клифф. — С момента, как этот лис переступил мой порог, он постоянно помыкает мной. Сначала заставил за копейки разделывать туши животных, затем впутал в преступную авантюру, а теперь и вовсе сделал из меня няньку. А я, между прочим, уважаемый охотник, которому суждено стать чемпионом Поднебесной арены. — Зато он вернул тебе зрение. — Анрин относился к Небору со всем уважением и был готов поддержать его во всем. — Я считаюсь не самым плохим лекарем, но даже мне такое не под силу. Знал бы ты, сколько раз мне приходилось говорить пациентам, что этот недуг не излечить, а Небор взглянул на проблему под другим углом и тут же нашел решение. Он отличный лидер. — Так-то да, — внезапно остановился Клифф. — Теперь я вижу, а точнее слышу куда больше, нежели раньше. Все в радиусе одного километра у меня как на ладони. Каждый шорох и редуновение ветра делает картину яснее. Это уже не говоря о том, что мне теперь без разницы, что сейчас день или ночь. Однако у этой способности есть ряд своих недостатков. Я, как и прежде, не вижу уровней и имен персонажей, не знаю, какие параметры у предмета, что написано на доске объявлений. По сути, я тот же коллега, который перестал врезаться в первое встречное дерево. — Долго нам еще идти? — отозвался позади звонкий девичий голосок. Незнающий принял бы Лию за магического фамильяра, ведь маленькая девочка не только пробиралась через сугробы в полном латном облачении, но и тащила на спине большой и очень тяжелый сундук. Подняв забрала, из-за которого показалось круглое лицо с большими карими глазами и внушительной дыркой межзубов. Лия тяжело вздохнула и взмолилась. — Может, сделаем привал? Лии нужно покушать, восстановить силы. — Вот об этом я и говорю, — раздраженно произнес Клифф. — Почему я должен возиться с этим ребенком? Мы идем всего второй час, а она уже пятый раз останавливается, чтобы подкрепиться. Никак не пойму, куда это все в нее влезает. — Похоже, у Лии сундук и желудок одинаково бездонно — усмехнулся Андрин, дожидаясь, пока девочка их нагонит. Новая компания позволила мрачному лекарю немного раскрепоститься и отпустить терзавшую его печаль. — Лия вам уже объясняла. Сундук очень тяжелый, чтобы его нести. Нужно много энергии. А чтобы была энергия, нужно часто кушать. — Зачем вообще было тащить сундук в лес? — Клифф не мог сдержать своей неприязни к девочке. Он не упускал случая ее упрекнуть и отчитать. — Так а где ж Лия его оставит? Дома-то у нее нет? — оправдывалась девочка. — Ох и мороки с тобой. Слушай, Андрин, может, убьем ее и закопаем здесь? У тебя вон даже лопата есть. Они бору скажем, мол, прости, волки съели. — Лия себя в обиду не даст, словно кошка отпрыгнула назад девочке и вооружилась ножом. — У Лии есть острый нож третьего уровня, и она не побоится им воспользоваться. — Ты посмотри, у нее даже зубочистка с собой есть. Подошел вплотную к Лии Клифф, вынуждая тупопятиться и упереться сундуком в дерево. — И что ты мне сделаешь, маленькая мышка? Нанесешь от силы тридцать урона? — Прекращай, Клифф. Пускай она еще ребенок, от нее действительно есть польза. Встал на защиту девочки мрачный лекарь. Она бесстрашнее кого бы то ни было. Я рассказывал, как Лия отвлекла внимание гвардейцев, притворяясь големом. А еще, как она смогла пережить прямую атаку хранителя ключа? Она подобна приносящему удачу талисману. — Ну да. А как по мне, она якорь, из-за которого вместо задания охоты на монстров мне приходится гоняться за зайцами. — Кстати, об этом. Клифф резко обернулся, словно так он лучше слышал на расстоянии. — Нашел. — Восемьсот метров на северо-восток ушастый сидит под высокой елью. Южнее от него, в ста тридцати шагах, нора. — Анрин, завалишь нору, а я зайду с тыла и погоню ушастого Кли. — Лия, ты слушаешь? — Да, конечно. — Уплетая сочное яблоко, отозвалась девочка. — Мы остановились, вот я и решила подкрепиться и восстановить энергию. — Лесные духи, помогите мне не придушить этого ребенка, — провел ладонью по своему лицу Клифф. — Так, слушай внимательно. Свой огромный сундук поставь вон там, а сама спрячься за этим деревом. Как только заяц выскочит к тебе, бей его палкой. У навыка ускользания есть свой недостаток. После трех атак любой урон временно оглушает носителя, так что сопротивляться он не сможет. Все поняла? — Ага, — кивнула девочка, выбирая палку. Клифф тихой поступью обошел зайца, дождался, пока Анорин завалит вход в нору, а после натянул тетиву и выстрелил. Несколько стрел взмыли к облакам, а через секунду пробились через еловые ветви и вошли в снег в место, где только что чистил свою белую шерстку шустрый зайка. Способность ускользания позволила зверю интуитивно отпрыгнуть в сторону. Понимая, что на него объявлена охота, а путь домой закрыт, заяц бросился бежать подальше. Несколько стрел вновь едва не поразили ушастого и заставили его сменить направление. В момент, когда шустрый зайка должен был пробежать мимо Ли, в него вновь полетела стрела. Стальной наконечник заставил зверя резко отскочить в сторону прямо к девочке в западню. Лиа ударила зайца палкой по голове, и тот завалился на бок от оглушения. К тому времени, как Анорин и Клифф подоспели к ней, зайка очухался и в припрыжку скрылся в кустах. — Безмозглая девчонка! — закричал на Лию слепой охотник. — Кого ты ждала? — Лия не знает. Не нашла, что ответить девочка. — Что ты не знаешь? Он был прямо перед тобой оглушенный. Все, что от тебя требовалось, это несколько раз ударить его ножом и перенять эту чертову способность. — Простите, Лию она не смогла, — разревелась девочка. — Лия ведь сама никого никогда не убивала, только срезала ушки с уже мертвых монстров. — О, лесные духи, послал Женебор мне такое наказание! С досады Клифф ударил ногой по стволу дерева. — Хватит реветь, раздражаешь! На кой черт мы вообще сюда перлись, если ты не собиралась его убивать? Ты хоть знаешь, как тяжело выследить эту мелкую тварь? — Простите, — продолжала заливаться детскими слезами Лия. — Лия думала, вы не сможете его поймать! — Нет ничего зазорного в том, что ты не хотела отнимать у зверька жизнь, — успокаивал девочку мрачный лекарь. — Еще как есть! — продолжал кричать Клифф. Он был переполнен яростью, отчего весь покраснел. — Хватит с ней нянчиться! Слушай сюда, мелкая! Ты не поешь и не выйдешь из леса, пока не прикончишь этого зайца! Тебе понятно? Либо он, либо ты! — Может, все же нужно с ней попроще, — предложил Анрин. Она ведь все-таки ребенок, девочка. — Вот именно! — резко ответил Клифф. — Именно поэтому с ней нужно жестче! Раз не бор решил взять ее в излом времени, так пусть взрослеет! — Ты просто представь ситуацию! Тебя, оглушенного, пожирает какая-то тварь, а она стоит в стороне вместо того, чтобы помочь, потому что еще никого не убивала! — Тут с тобой не поспоришь, — согласился Анрин. — Излом времени не место для детей. Думаю, стоит поговорить с Небором о том, что нам необходим другой оруженосец. — Лия сделает это! — утирая слезы, заявила Лия. — Сделаю. Только, пожалуйста, не бросайте Лию! Лия не хочет снова быть одна! — Клифф сделал вид, что посмотрел на нее строгим взглядом и произнес, — Хорошо. У тебя будет еще один шанс доказать, что ты охотника не добыча. — Ребята! Продолжение следует...